В прошлых сериях мы уже прошлись по работам в айтишке, трейдерстве и криптие, творческие профессии разобрали, профессии, связанные с личным брендом, а также с маркетингом. В этот же раз давайте пройдемся по всему тому, что осталось, и во второй части видео я расскажу про must-have-скиллы, которые хорошо бы заиметь, независимо от того, чем вы планируете заниматься. Мета-пионером техно-сава-ди-кап, я Артем Галухин, и это канал Кубэск, канал про технологии в контексте метавселенных и не только, но сегодня у нас продолжение в топной темы про удаленные работы, третья и заключительная часть, и да, мы находимся в Бангкоке, поехали! Первую категорию работ условно объединим в онлайн-услуги, просто потому что все это оказывается онлайн, так как, в принципе, и большая часть удаленных работ. Про обучение, которое тоже является, по сути, такой яркой онлайн-услугой, мы уже говорили в первом видео, поэтому просто упоминаю и напоминаю, и если вы вдруг пропустили видео, обязательно его посмотрите. Также удаленно замечательным образом работают, например, психологи. Профессия, которая становится все востребованнее, потому что какое-то табу и стыдливое чувство, связанное с тем, чтобы обратиться к психологу, потихоньку все-таки уходит в прошлое, и культура собственного психологического здоровья, она все-таки уже начинает преобладать над этими заморочками. Тебе показалось? Этого не было. Спорный вопрос, насколько вы можете стать квалифицированным психологом, просто пройдя какие-то курсы, ну, как бы, есть и такие варианты, скажем так. Но в целом, если душа лежит, профессия может быть довольно интересной. Еще одна замечательная профессия, удаленная, это переводчик. Мы его упоминали в контексте работы с текстом, но сам по себе перевод тоже услуга очень полезная в разных контекстах. Если даже не заниматься напрямую именно переводами, то есть в интернете очень много сервисов, в которых нужно заполнять на иностранных языках какие-то заявки, подаваться, например, на визу или получать какие-то выписки. Все это на заказ замечательным образом можно делать для других людей, потому что, один, есть люди, которые не знают иностранных языков, а им нужно получить данную услугу, и два, есть, например, люди, которые не сильно пользуются интернетом и компьютером вообще, и для них просто само заполнение такой заявки — это большой стресс, и проще заплатить кому-то денег. Можно, кстати, вполне удаленно оказывать и услуги бухгалтера, например. Там есть, конечно, некоторые нюансы и тонкости о том, у кого будет цифровая подпись, будет ли она, будет ли доступ у бухгалтера в разные личные кабинеты, но в целом такое практикуется. Нас тоже удаленный бухгалтер вел бухгалтерию, и сейчас нам помогает закрывать ИП. Есть люди, которые по природе своей и по талантам способны срастить все, что угодно с чем угодно, найти все, что потребуется. Есть другие люди, которые готовы за это заплатить. Например, те, кто путешествуют, постоянно ищут какие-то билеты, сращивают маршруты, ищут жилье. Нам все это в последний год очень сильно знакомо. А есть ассистенты, которые удаленно всем этим занимаются и зарабатывают на этом деньги. Так как на улице 21 век, и все мы давно можем общаться видеовызовами прямо из наших телефонов, то и такая замечательная услуга, как консалтинг или коучинг, она также точно может оказываться удаленно. Есть здесь нюанс в том, что, скорее всего, слуга подразумевает, как и обучение, которое мы тоже упоминали ранее, некоторый уровень владения навыком самому. Потому что если вы чему-то консультируете, значит вы заявляете, что вы уже профессионал. А выйти с курсов и быть профессионалом, это немножко разные вещи. Но если вдруг у вас за плечами уже есть большой опыт в чем бы то ни было, начать консультировать по этому вопросу, тоже замечательная удаленная работа. Саппорт и поддержка, это тоже замечательная удаленная работа. Тут в зависимости от сферы или продукта, где вы работаете, вам могут быть нужны, либо не нужны какие-то особенные скиллы. Но в любом случае обычно они легко добираются. Варианты здесь есть, как и сидеть, отвечать на звонки, входящие какие-то сообщения, ну из любой точки мира. Например, если вы работаете в каком-то продукте и обеспечиваете техническую поддержку. Либо в каких-то сервисах типа поисковиков, например. У них есть свои услуги по настройке рекламы и свои биржи с сотрудниками. Но это что-то такое тяготеющее уже к фрилансу из разных ниш. Есть и такая онлайн работа или группа работ, которые не требуют вообще никакой квалификации. Знаю точно, в России как минимум одна была контора, которая оказывала такие услуги. Суть там в том, что они набирают себе целую армию людей и берут работы такие, которые сложно сделать с помощью компьютера. Как мы уже упоминали в одном из наших видео про нейросети, нейронки плохо распознают, например, рукописный текст. И до сих пор эту задачу решают люди. И вот если вам надо оцифровать огромный какой-нибудь архив, где все записи рукописные, то вы отдаете этот архив этой компании, они сканируют. А те, кто работают, собственно, удаленно, у них есть браузер, в нем открыто окно, там картинка и окно для ввода текста. И вся задача, которую нужно решить, это переписать рукописный текст, например, в соседнее окно. Также, когда Apple обучали своих голосовых ассистентов на распознавание речи, они заказывали целый массив такой подготовки данных, когда надо было звуковую дорожку, где была речь, превратить в текст. Потом на этих данных, соответственно, обучали нейросеть. Смысл общий в том, что от сотрудников в данной ситуации ничего особенного не требуется, кроме умения читать и печатать на клавиатуре. Понятно, скорость, она как бы ускорит заработок денег, но справедливости ради много здесь сильно прям не заработать. Потолок цены найдется очень быстро, потому что работа неквалифицированная. Похожая категория работ, но требующая немножко большей квалификации. Работа, например, с отзывами, лайками, всякими репостами и движухой в соцсетях в качестве выполнения заданий. Есть также сервисы, в которых вы регистрируетесь как исполнитель, и есть заказчики, которые там закупают для себя какие-то активности. То есть они закупают лайков, трафика на канал, репостов, комментов, отзывов, и люди, соответственно, выполняют за денежку. Ненавижу слово «денежка». Упомяну также историю про различные эзотерические, духовные практики. Они тоже оказываются удаленно. Я здесь невеликий специалист, потому что сам бездуховщина, и ничего посоветовать конкретного не могу. Но если вам это близко, есть люди, которые оказывают такие услуги, есть люди, которые любят принимать такие услуги. Дерзайте. Есть еще целый большой раздел удаленной активности, связанный с продажами. Он сводится скорее к такому практическому маркетингу. И я говорю о таких вещах, как арбитраж трафика, например, или дропшиппинг. Чего-чего? Не, арбитраж трафика самому не близок, но давно я о нем читал. Тема, в принципе, интересная. Если есть какие-то продавцы с товарами, либо ребята, которые готовы оказывать услуги, то им всегда нужны клиенты и покупатели. И вы можете со своей стороны организовать поиск этих клиентов и перепродавать их этим компаниям. Есть отдельная история с товарами. То есть вы, например, берете какую-нибудь мазь для лица и продаете ее через собственный сайт. И эту мазь мы могли никогда в глаза не видеть. Взяли готовые материалы, собрали сайт, закупили трафика и просто находите покупателя, а дальше за вас все делает уже сам поставщик. Эту же схему и называют дропшиппингом, когда вы продаете товары, которые у себя, собственно, не храните. И, возможно, даже они где-нибудь в Китае находятся. Если вдруг в прошлом видео вас заинтересовала тема маркетинга и продаж, то, возможно, вот именно такая ниша, она может быть хорошим входом в профессию. Как раз можно попрактиковать свои навыки. Плюс, если, конечно, придется потратить денег, но если получится привлечь покупателей, можно на этом еще и выстроить для себя источник дохода. Причем, более-менее даже можно назвать его пассивным. Следующий раздел я сильно разбирать прям не буду, но и не упомянуть тоже не могу. На мой взгляд, нужно быть прям лицемерным ханжой, чтобы в 2022 году до сих пор как-то шельмить порноиндустрию. Типа смотреть смотрю, но порицаю. Работ там разных, я так понимаю, много, работников тоже. Понятно, вся эта ниша на любителя. Я лично со своей стороны, как бы, по жизни обычно руководствуюсь правилом, что даже свое хобби, от которого я получаю удовольствие, я стараюсь прям в работу не превращать, потому что есть риск, как бы, лишиться хобби и удовольствия, собственно, возможного получаемого. Ну и по профессиям, раз уж прошлись, закончу я на такой серой, темной и черной зоне, на упоминании покера, различных ставок на спорт, вот этих азартных игр. И я бы их вообще не включал в этот сценарий, потому что, ну, очевидно, что это не является никакого рода работой даже. Но есть просто один из способов позиционирования, я так понимаю, на рынке того же покера, что людей заманивают в него, говоря, что если им заниматься на постоянной регулярной основе, как бы знать какие-то правила, что-то там высчитывать и уметь выстраивать паттерны поведения, то типа можно на этом постоянно зарабатывать. Нет. Спешу отговорить вас в таком смысле, понимать вообще все азартные игры, потому что это азартные игры. А если вам хочется вложить прям кучу-кучу времени и сил в разбирание разных паттернов, построение каких-то схем, идите лучше в программисты. В самом первом видео я про них рассказывал, зарабатывают они много, зарабатывают стабильно, а вся работа там и сводится к тому же, чтобы составлять свои там паттерны и выстраивать какие-то системы. Собственно, профессии, которые я на сегодня хотел перечислить, я все перечислил, можно их выдумывать огромное множество на самом деле. Как вам какой-нибудь консультант по недвижимости в метавселенной, например? И у нас, кстати, есть видео на канале, в котором мы фантазируем на тему всяких разных профессий, которые могут появиться в связи с тем, что придут метавселенные и сделают целый огромный-огромный рынок. Самое время перевести дух, поставить лайк, подписаться на канал. Следующее, что мы разберем, это различные форматы работы. Вот фриланс, классический найм и бизнес. Начнем давайте с такого самого традиционного, наверное, для удаленки формата фриланс. Вернее, года 4-5 назад фрилансом, в принципе, называли всю, наверное, удаленную работу. И вообще, если ты хочешь работать удаленно, считалось, что надо тебе стать фрилансером. Я помню, как я сам читал про фриланс, диджитал-номодизм, прям всем этим сильно вдохновлялся. И так как мы любили ездить зимовать в теплые края, после очередной зимовки решили, что надо бы как-то переставить всю нашу деятельность, там, семейную, связанную с зарабатыванием денег, на рельсы вот этой удаленной работы, чтобы была возможность жить где угодно в любой точке мира и работать прямо оттуда. Тогда мы организовали студию. Она, конечно, формально больше к бизнесу относилась, но так как мы делали все услуги в основном сами, то можно назвать вполне это фрилансом. У фриланса, на мой взгляд, есть один прям большой такой жирнющий плюс. Это возможность заниматься этой прикладной работой своими руками. Что если вам чем-то нравится заниматься, бывает немножко грустно, когда вы, например, начинаете кому-то эту работу делегировать, а самим очень хочется, как руки чешутся. Здесь ты работаешь сам на себя. Но так как ты работаешь сам на себя, что тоже, наверное, является плюсом для многих, это же является и минусом, потому что тебе самому приходится в том числе искать для себя, например, заказчиков, взаимодействовать с этими заказчиками, договариваться как-то, устраивать с ними отношения. И если в работе по найму все это за тебя делает кто-то другой, то здесь только от тебя зависит, насколько ты много сможешь зарабатывать стабильно и как долго. В общем, если вас манит такой путь, начинается он обычно с обучения какому-то навыку, ну, либо вы уже, например, что-то умеете делать, дальше ваша задача найти самых первых клиентов. Это могут быть бесплатные клиенты, кто-то может знакомые, знакомые знакомых, или кинуть клич по соцсетям, или на различных площадках, где размещаются фрилансеры. И буквально за еду, за дошек, делайте первые работы, чтобы набить себе портфолио. Дальше потихоньку к вам приходят новые клиенты, вы поднимаете цены и растите свой скилл и доход. Со временем в идеальном мире такая система приводит вас к созданию личного бренда, вы уже становитесь заметным на рынке, и либо просто дороже оказываете свои услуги, либо можете переключиться, например, в консалтинговую сферу или в обучение. Ну и раз я упомянул найм, давайте разберем следующим его. Самая классическая история в работе. У вас есть ваш дядя работодатель, вы на него постоянно работаете. Он вам стабильно каждый месяц или две недели платит зарплату. Еще не так давно, года три назад, до пандемии буквально, говорить о найме и удаленной работе в одном контексте как-то даже не сильно-то и приходилось. Единицам только доступна была удаленная работа, потому что все работодатели считали, что если они купают твое время, то самое эффективное, если ты сидишь в офисе, на тебя можно смотреть, и ты тогда будешь работать. Пандемия же поставила вопрос ребром, то есть вы помните прекрасно, да, как все сидели дома, причем даже не сказать, что типа вы может и не помните, потому что весь мир сидел дома. В какой-то момент стало понятно, что она быстро вот-вот не закончится, и лекарства не будет, а бизнесом надо работать. Те, кто смогли организовать удаленную работу, причем независимо от того, чем занимается бизнес, те смогли преодолеть этот кризис и выжить. А по итогу оказалось, что можно в некоторых ситуациях и не держать большие офисы, и люди вполне себе замечательные из дома работают, даже без такого надзора. И времени на дорогу не надо тратить. В общем, уйма плюсов при не таких сильных минусах, если вы, в принципе, вообще контролируете работу сотрудников, вы можете ее и удаленно так же точно контролировать. Самый жирный плюс, конечно, тут это стабильность, это стабильная зарплата, это стабильные коллеги, стабильные ваши ответственности и обязанности. В общем, вы все это знаете, понимаете, и, в принципе, ожидаете чего-то через месяц, того же, что было и в прошлом. В нашем мире, конечно, стабильность понятия относительная, но найм гораздо более стабильный все равно, чем фрилансы или бизнесы. Что пожрать, вам придется поработать! Пенсионный фонд России. Минус же здесь тоже вполне очевидный. Это обычно какая-то стабильная постоянная работа, то есть вы должны работать, например, пятидневку в какое-нибудь там определенное время. Мне, например, после такой предпринимательско-фрилансерской активности немножко скучно в таком формате и немножко иногда тяжело, потому что я себе не могу взять и в любое время запланировать все, что я хочу делать, не считаясь там с чьими-то еще планами. С другой стороны, я за последние годы уже к этому привык, и в моей конкретной работе мне нравится то, что я вечером закрыл ноутбук условно и забыл о том, что я работаю. Потом снова его открыл и продолжил заниматься своими делами. Например, у меня появилось время даже записывать, чтобы эти видео, хотя давно-давно еще этим планировал заниматься, но просто не мог никак выкроить, потому что приходилось работать условно с утра и до ночи, пока не закроются глаза. И вот тут, собственно, давайте перейдем тогда к формату бизнеса. С фрилансом бизнес похож тем, что вы предоставлены сами себе, и на вас и только на вас лежит ответственность за груз принятых решений и за последствия, которые вы от этого огребете. Но обычно здесь в довесок еще идет какая-то организационно-правовая форма, будь это компания ООО или ИП, в общем, что-то, что позволит вам заключать договора с другими такими же компаниями. Ну, плюс бизнес подразумевает, что вы на себя берете как организатор бизнеса какую-то руководящую работу, а, собственно, вот эту работу руками уже делегируете подчиненным. И чем вы искуснее выстроите вот эту вот систему, тем больше бизнес вам принесет денег, чтобы заказы приходили, чтобы работники их выполняли, и чтобы деньги оплачивались. Проституция — это уникальный бизнес. Если честно, я в формате именно удаленного ведения бизнеса сильно сомневаюсь. Мне кажется, единственный бизнес, который можно так делать, это полностью удаленный распределенный бизнес по своей сути. То есть какой-то интернет, например, проект, если вы ведете, и у вас все сотрудники удаленные, все взаимодействие удаленное, клиенты тоже удаленно к вам приходят, вот такой бизнес можно удаленно вести. А если ты, типа, настроил у себя все процессы, а сам уехал куда-то к черту на рога, и у тебя бизнес сам происходит, а этому очень часто учат всякие коучи, что сделал бизнес, уехал на Бали, живешь там и радуешься. Вот, мне кажется, такая история не сильно работает, потому что если кто-то другой делает твой бизнес, то рано или поздно менеджер соберет всех твоих сотрудников, всех твоих клиентов, и, например, отчалит, откроет рядом еще одну компанию, а у тебя, собственно, ничего не останется. Вот, стоит понимать такие риски, если вы думаете, что можно организовать бизнес и удаленно им руководить. Но зато, когда вы занимаетесь в бизнесовом формате своей активностью, есть один большой жирный плюс, вы никак не ограничены потолком каким-то возможностей. Вы можете бесконечно наращивать свои доходы, прибыли, ну, обладая, понятно, какими-то навыками, сноровкой и фантазией. Минус тоже явно очевидный, у вас есть точно такие же безграничные возможности и на банкротство, и на уход в минус, и на вечные долги, и на еще огребание очень-очень многих разных проблем. Но если вдруг вы экстремал по жизни или вам нравится преодолевать, то бизнес-тема это для вас. Теперь давайте перейдем к самой, наверное, важной части всей трилогии видео. Это маст-хэв скиллы, навыки, которыми стоит владеть, независимо от того, чем бы вы хотели заниматься. Первый и главный, на мой взгляд, навык здесь, это обучаемость и обучение, собственно. Понимаю, что в школе далеко не всех научили, как правильно учиться, но от себя здесь могу разве что предложить писать конспекты. Это один из самых замечательных способов быстрее что-то запоминать. Я, например, для себя недавно открыл такое приложение Notion, ну как недавно, уже пару лет назад, наверное. У меня там теперь вся моя жизнь запланирована в этом Notion, и все мои проекты запланированы в Notion. И даже этот сценарий я писал, собственно, в Notion. Он заменяет очень-очень много разных приложений, делает это в довольно удобной форме. Прикольно вести разные конспекты, все записывать, систематизировать. Я, например, как только начал вести свою такую а-ля Википедию по программированию, стал реже лазать гуглить одни и те же вещи. Что-то я лучше запомнил и понял. И плюс я знаю, например, где у меня есть пробелы в знаниях, потому что когда я веду конспект, на какие-то моменты, на которые надо обратить внимание потенциально в будущем, потому что я их недопонял, например, я их отдельно выношу в опросики и потом прорабатываю. В общем, введите конспекты Boost плюс 100 к обучаемости. Ну и вообще погуглите, почитайте, какие есть методики для обучения, как проще и быстрее осваивать новую информацию, потому что это самый основополагающий и важный скилл, навык в освоении чего бы то ни было. Второй навык, который будет очень полезен, это иностранные языки. Здесь, конечно, ситуация двоякая, потому что, с одной стороны, их супербыстро и не освоишь, особенно если в школе, например, не учили или учили слабо. С другой стороны, если вы знаете какой-то еще иностранный язык, ваши возможности, очевидно, сильно расширяются, как в поиске знаний, так и, например, в поиске работы. Мне мой английский, например, помог найти работу за бугром и замечательно работать. А сейчас мы вообще планируем ехать в Аргентину, и мне там вот интересно начать учить испанский. Если вам интересно, спрашивайте, конечно, в комменты. Но в целом буду вас понемножку держать в курсе, каково это, будучи 35-летним человеком, начать учить иностранный язык. Как это получится, не получится, посмотрим. Я не думал до какого-то момента, что искать информацию в современном мире это прям какой-то особенный навык, и ему нужно учиться. Но практика показывает, что да, это так и есть. Научись, сука, гуглить. И здесь для себя для начала стоит понять, что есть поисковики, и что бы вы туда не задали и в какой бы форме это не спросили, есть очень большая вероятность, что они вам на ваш запрос ответят. Да даже более того, можно написать запрос в какой-то супер кривой косой форме и удивиться, что кто-то вот именно вот так же криво его уже до вас задал, потому что людей очень много, и не стоит думать, что у вас какие-то исключительные запросы, вопросы и проблемы. Единственное, что тут важно понимать, это как с информацией работать. То есть как отделить совсем мусорные тексты, которые, очевидно, написали копирайтеры, и есть возможность напороться там на какую-то неактуальную информацию от каких-то более основательных таких текстов, которые пишут, например, на всякие сайты-агрегаторы. Кхм, отлично. Которые пишут на всякие сайты-агрегаторы, люди, которые занимаются чем-то профессионально. И они делают это обычно для того, чтобы как раз раскачивать свой личный бренд и поднимать репутацию. Но я думаю, научиться отличать нормальную информацию от вот такой мусорной вполне себе несложно. Стоит хотя бы, как минимум, написать запрос в Google, и вы уже найдете кучу рецептов, как это делать. Также, конечно, очень важно в наше время владеть компьютером. Если вы вдруг не дружите, я советую подружиться. Как минимум, всякие разные офисные приложения, браузер, конечно же, какой-нибудь Google Docs, например, ну или по классике Word Excel, Notion, который я уже упоминал. Советую начать чего-то этого, если вдруг еще нет. Здесь даже комментарии, на самом деле, излишние. Компьютером надо уметь владеть. Слепая печать — это тот навык, который разделил мою жизнь буквально на до и после. Конечно, казалось бы, что программисту она нужна как воздух, но, по сути, программист — это не копирайтер, и он деньги за количество символов не получает. Даже наоборот, в моей работе мне обычно приходится больше думать, чем писать коды. Но, тем не менее, конечно, даже для меня слепая печать на двух раскладках — это прям спасение, неплохой такой буст производительности. А уж если говорить о сценариях, например, то сам факт того, что я умею печатать вслепую, позволяет мне писать эти сценарии практически со скоростью, как я думаю. В общем, настоятельно рекомендую вам освоить этот навык и перестать уже зависать в клавиатуру, глядя на клавиши, вчитываясь. Тем более, что досваивается он вообще буквально за месяц. Ничего сложного там нет. Находите клавиатурные тренажеры. Главное, чтобы под все 10 пальцев месяц по вечерам занимайтесь. Скорее всего, у вас уже какой-то будет прогресс через этот первый месяц. А там просто решите, пришло время остановиться или нет. Потом оно само прокачается дальше. Короче, один потраченный месяц потенциально на длине всей жизни вам сэкономит огромное количество времени. Сами себе еще потом спасибо скажете. Спасибо. Не сказать, что это прям must have, must have навык, но делать внятные фотографии, мне кажется, в современных реалиях это будет как минимум полезно, а может быть и станет, например, вашим хобби. Тем более, что чтобы освоить этот навык, вам также точно понадобится, не знаю, неделя, две, максимум месяц, если очень увлечет посмотреть каких-то курсов в интернете либо пройти, может быть, в реальном мире. И это все как минимум позволит вам в вашей повседневной жизни делать более прикольные фотографии, чтобы потом пересматривать их с большим удовольствием. Да что такое, у меня глаз заболел. Но кроме этого, фотография, понятно, это и помощник замечательный, введение собственных соцсетей, это и целый навык замечательный. И если вдруг вам она понравится, вы можете этим зарабатывать. Ну, в общем, мне кажется, что это простой скилл. Инструмент у вас есть обычно в кармане у всех, и освоить его полезно. А вот что является прям реально супер-маст-хэв скиллом, это умение общаться с людьми. Я помню, мне в детстве попалась какая-то книжка а-ля искусства общения с людьми. Она мне тогда взорвала мозг, хотя вроде бы сейчас задним числом кажется, что там были написаны какие-то прописные истины. Конечно, потом я докидывал в себя еще всякие знания, которые связаны с ведением переговоров, с каким-то экстремальным общением. Когда занимался бизнесом и интересовался этой темой, вот именно общение занимало отдельную какую-то роль в моем обучении. То есть все, что я находил, связанное с этим в книжках, я читал. Для меня апофеозом обучения такого стал поход на курсы ораторского мастерства. Там тоже мне взорвали голову, быстро прям интенсивно натаскали, и в принципе какие-то блоки, наверное, для себя я там тоже снял. Поэтому советую не относиться к этому как-то несерьезно, не думать, что просто раз вы умеете говорить, значит вы умеете замечательно общаться. А советую начать интересоваться темой, почитать какую-нибудь книжку другую, посмотреть видео на YouTube, может быть, понять, что есть какие-то довольно простые вещи и правила, которые, если вы знаете и им следуете, они вам очень сильно упрощают жизнь. Интересный рынок услуг нынче. И последний на сегодня навык, но от этого не менее важный, это самопрезентация. Для нас, как для людей, выросших на постсоветском пространстве, этот навык прям, мне кажется, больной-больной, потому что мы с молоком матери впитали вот эту идею о том, что все мы одинаковые, что если ты выделяешься, значит ты выпендриваешься, а если ты начнешь про себя что-то рассказывать, вообще тебе надо закидать за это камнями. А зря, потому что сам себя не нахвалишь, никто тебя не нахвалит. И как можно вообще, например, говорить о здоровой самооценке, если человек не может для себя понять, какие у него сильные и слабые стороны, и не может рассказать, например, об этом. Поэтому я рекомендую вам изучать себя, заниматься саморазвитием, выписывать собственные навыки, ставить себе какие-то цели, планы. И навык самопрезентации здесь тоже будет очень даже в кассу. Тем более, если вы решите искать где-то работу на том же самом найме, вам надо будет составить резюме, а резюме это уже как бы самопрезентация. А если вы вдруг решите работать во фрилансе, там этот навык еще более важен, потому что от вашей самопрезентации зависит, кого выберут, вас или ваших конкурентов. Их или нас! В бизнесе же самопрезентация это маркетинг, и там вообще история гораздо более сложная, потому что если вы хотите все это превратить в систему, то там надо более тонко подходить к вопросу. В общем, чем бы вы ни занялись, навык этот очень важный. Самооценку он вам точно поднимет. Ну и резюмируя, я думаю, что данная трилогия про удаленную работу подкинула вам пищи для размышлений, может быть, надеюсь, позволила составить какой-то собственный личный план развития. От себя добавить же хочу, что нам всегда кажется, что можно все куда-то отложить, сделать попозже завтра, до 30 время еще есть, потом нам исполняется 30, и начинает казаться, что все пропало, учиться уже нечему. А еще, знаете, наверняка есть такие фильмы, типа «Достучаться до небес» или «Во все тяжкие», где в основе сюжета лежит как раз какое-то трагическое событие, которое как бы ставит персонажей в ситуацию, когда им жить остается совсем недолго, и они внезапно понимают, что все, вот, либо ты сейчас это сделаешь, либо умрешь, собственно, и не сделаешь то, что он хотел. И в таких экстремальных обстоятельствах они начинают действовать и как бы реализовать свои мечты и желания. Так вот, фишка в том, что все мы смертные, и как бы рак, не рак, нас все равно поджидает однажды и конец. Мое время пришло. Поэтому имеет смысл об этом думать. Это единственная, наверное, такая самая сильная мотивация. Она позволит, собственно, не тупить, не тормозить, не откладывать. А сейчас даже и говорить не о чем, потому что у нас тут то пандемия, то война, то, не знаю, угроза ядерной зимы. Уже не знаешь даже, чего бояться, как бы поэтому действовать либо сейчас, либо завтра может и не стать. Времени нету. Если весь вопрос ставить в том, где взять время на такое вот обучение, овладение новыми навыками, то, я думаю, вы все для себя прекрасно знаете ответ. Это обычно уменьшить какое-то количество развлечений, может быть. Может быть, не сходить лишний раз с друзьями, не выпить пивка или не посмотреть телевизор. Вот вам уже можно найти пару часов, возможно, в неделю. Ну и хоть удаленка, саморазвитие и всякие вот эти темы, это как бы офф-топ для нашего канала, но это значит только, что чем больше вы активности проявите под такими видео, тем выше вероятность, что мы что-то подобное продолжим тоже снимать. Поэтому обязательно подписывайтесь, бахните лайкоса, вам это вообще ничего не стоит. Напишите в комментах свой какой-то опыт, может, у вас есть удачный опыт или неудачный опыт обучения, обсудим. И я, Артем Галухин, это канал Кубэск, до скорой встречи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok